Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, автора Мерзляк Полонский и Кир, под номером 678. Нас просят разложить на множители. Перед нами формулы суммы и разности кубов двух выражений. Запишите сначала эти формулы для того, чтобы выполнять задание. У меня они записаны вверху слева. И запишите еще одну формулу. Если у нас есть произведение степеней с разными основаниями, но показатели кратны 3, то можно записать как куб произведения. И запишите, пожалуйста, эту формулу. Итак, если у нас произведение А в степени 3Н умножить на Б в степени 3К, это говорит о том, что показатели делятся на 3, то можно представить как куб произведения выражений, где показатели каждой степени мы делим на 3, а основания не меняются. И тогда под номером 1. Х в кубе минус 1. Можно записать 1 в кубе, потому что 1 в любой степени это 1. И теперь находим формулу разность кубов двух выражений. Первое выражение х, второе выражение 1. Там, где А подставляем х, там, где Б подставляем единицу. Разность кубов двух выражений равно произведению разности этих выражений, х минус 1, и неполного квадрата суммы. Что значит неполного квадрата суммы? Мы не видим с вами двойки перед произведением выражений. Поэтому просто будем находить с вами произведение выражений. Итак, квадрат первого выражения, это будет х в квадрате, плюс произведение выражений, х умножаем на 1, это х, и плюс квадрат второго выражения. 1 возводим в квадрат, это 1. Под номером 2. 27 плюс А в кубе. Перед вами таблица кубов, и если вы забыли, то в ней вы видите, что 27 можно представить как 3 в кубе. И тогда мы получаем с вами формулу разность кубов двух выражений. Разность кубов двух выражений равно произведению разности этих выражений, 3 минус А. И неполного квадрата сумма этих выражений. 3 возводим в квадрат, 3х3, это 9. Плюс произведение выражений, 3 умножаем на А, это 3А. И плюс квадрат второго выражения. А возводим в квадрат, это А квадрат. Под номером 3. 216 минус У в кубе. В таблице вы видите, что 216 это 6 в кубе. Разность кубов двух выражений равно произведению разности этих выражений, 6 минус У, и неполного квадрата суммы этих выражений. Первое выражение 6, второе У. 6 возводим в квадрат, 6 и 6, 36. Плюс произведение выражений, 6 умножаем на У, это 6У. И плюс квадрат второго выражения. У возводим в квадрат, это будет У квадрат. Под номером 4. 1 восьмая. А в кубе плюс В в кубе. 1 восьмая. 1 восьмая можно представить как 1 вторую в кубе. И А в кубе. Поэтому это будет куб произведения. 1 вторая умножаем на А и возводим в третью степень. Только теперь это стало формулой сумма кубов двух выражений. Первое выражение 1 вторая А, второе выражение В. Сумма кубов двух выражений равно произведению суммы этих выражений. 1 вторая А плюс В. Умножить на неполный квадрат разности этих выражений. Первое выражение возводим в квадрат. 1 вторую возводим в квадрат, это 1 четвертая. А возводим в квадрат, это А квадрат. Минус произведение первого и второго выражений. Это будет 1 вторая АВ. И плюс квадрат второго выражения В квадрат. Под номером 5. А в шестой степени минус 8. Обратите внимание, что показатель делится на 3, поэтому можем представить как А6 делим на 3 в квадрате и в третью степень. Минус 8 это число, которое можно представить как 2 в кубе. И теперь у нас разность кубов двух выражений. Первое выражение А в квадрате, второе выражение 2. Разность кубов двух выражений равно разности этих выражений А в квадрате минус 2. И неполного квадрата сумма этих выражений. А квадрат возводим в квадрат, это будет А в четвертой степени. Плюс произведение выражений 2А квадрат. И плюс квадрат второго выражения. 2 возводим в квадрат, дважды 2, 4. Под номером 6. А в кубе, В в кубе, минус С в кубе. Итак, у нас произведение двух степеней. И показатели каждой из этих степеней кратно 3. Поэтому можно представить как А, В в третьей степени. Произведение в третьей степени. Мы показатель каждой степени разделили на 3. А показатель 1 мы не пишем. Минус С в кубе. Первое выражение у нас А, В. Второе выражение у нас С. И вспоминаем правила и смотрим на формулу. Разность кубов двух выражений равно произведению разности этих выражений. А, В минус С. И неполного квадрата суммы этих выражений. А, В возводим в квадрат. Мы возводим в квадрат произведение, поэтому возводим в квадрат каждый множитель. А квадрат, В квадрат. Плюс произведение этих выражений. А, В, С. И плюс квадрат второго выражения. С в квадрате. Под номером 7. А в кубе минус В в пятнадцатой степени. С в восемнадцатой степени. Итак, первое выражение у нас уже есть. А в кубе минус. Показатели каждого из множителей кратно трём. Поэтому в скобках оставляем степень с основанием В. Показатель делим на 3. 15 делим на 3. Это 5. Записываем основание С. и показатель 18 делим на 3. 18 делим на 3. Это 6. И таким образом мы записали с вами куб произведения. Разность кубов двух выражений равно произведению разности этих выражений. А. Первое выражение. В в пятой степени. С в шестой степени. Второе выражение. И неполного квадрата суммы этих выражений. А в квадрат А в квадрат. Плюс произведение выражений. А. В в пятой степени. С в шестой степени. И плюс квадрат второго выражения. Возводим в квадрат произведение. Для этого возводим в квадрат каждый множитель. В5 степени возводим в квадрат, основание переписываем, показатели перемножаем, 2x5 — 10. СФ в 6 степени возводим в квадрат, основание переписываем, показатели перемножаем, 6x2 — 12. Восьмое, 125, C в кубе, D в кубе, плюс 0,008, B в кубе. Итак, смотрим, 125, это 5 в кубе. И получается у нас произведение трех множителей, каждый из них это степень, третья степень. Поэтому записываем как куб произведения 5, C, D в кубе, плюс 0,008, это 0,2 в кубе. И умножаем на B в кубе, можем записать как куб произведения 0,2 B, и все это в кубе. Сумма кубов двух выражений. Первое выражение 5, C, D, второе выражение 0,2 B. И сумма кубов равно произведению суммы этих выражений, 5, C, D, плюс 0,2 B. И неполного квадрата разности этих выражений. А это квадрат первого выражения, 5, C, D возводим в квадрат, 5, U, 5, 25. И каждый множитель буквенный возводим в квадрат, C квадрат, D квадрат. Минус произведения этих выражений, 5, C, D умножаем на 0,2 B. 5, U, 2, 10, и запятой передвигаем ее влево на один знак, получаем 1. Множитель 1 можно не писать. Поэтому произведения буквенных выражений записываем только B, C, D. Я записала их в алфавитном порядке. И плюс квадрат второго выражения. 0,2 B возводим в квадрат. Это произведение, поэтому возводим в квадрат каждый множитель. 0,2 возводим в квадрат, 2х2, 4, и запятую передвигаем на два знака, получаем 0,04. И B возводим в квадрат, B квадрат. И под номером 9. 64,729 х3 минус 0,027 у в шестой степени. Пока что у нас с вами нету разности кубов. Нам нужно их выделить. 64, смотрим таблицу, это 4 в кубе. 729 это 9 в кубе. И х у нас в кубе. Поскольку каждый множитель можно представить в виде куба, то мы запишем это как 4,9х в кубе. Минус. 27 это 3 в кубе. 1000 это 10 в кубе. y в шестой степени. Основание переписываем, показатель делим на 3. 6 делим на 3, это 2. Так мы с вами выделили второе выражение. Итак, теперь у нас разность кубов двух выражений. Первое выражение 4,9х. Второе выражение 3,1у квадрат. Разность кубов равна произведению разности этих выражений. 4,9х. Минус 3,1у квадрат. И неполного квадрата суммы этих выражений. 4,9х возводим в квадрат. 4 возводим в квадрат. 16. 9 возводим в квадрат. 9,9. 81. И х возводим в квадрат. Плюс произведение этих выражений. 4,9 умножаем на 3,1. Сокращаем дробь. В числителе которой 4 и 3 произведение. А знаменатель 9 и 10. Получаем с вами 2,15. И дописываем буквенную часть. Х, у, квадрат. Буквенные множители. И плюс квадрат второго выражения. 3 возводим в квадрат. Это 9. 10 возводим в квадрат. 10 на 10. 100. И у квадрат возводим в квадрат. Основание переписываем. Показатели перемножаем. Дважды 2. 4. Давайте покажем, как мы получили с вами 2,15. Х, у, квадрат. Х, у, квадрат. Понятно. А вот как получили 2,15. Мы 4,9 с вами умножили на 3,1. В произведении двух дробей это дробь. В числителе произведение числителей. В знаменателе произведение знаменателей. 9 умножить на 10. Сократили дробь на 2. В числителе 4 делим на 2 это 2. В знаменателе 10 делим на 2 это 5. И сократили на 3. В числителе 3 делим на 3 это 1. В знаменателе 9 делим на 3 это 3. Таким образом мы получили с вами дробь 2,15. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.